окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зодия на аппарате the dark features anthology минов мэдан запасайтесь булками готовьте лимонад друзья мы продолжаем наше приключение мы играем сейчас запись и находимся на борту нашего катера так что мы можем здесь посмотреть давайте посмотрим всем что нам здесь покажут погода ясно надо приглядывать за облаками окей что еще становится довольно людно типа там кто-то есть да окей что мы еще можем но эту картинку мы уже видели а ты ничего не увидишь на ней видимо еще и разные персонажи могут смотреть картины либо только один раз можно ее посмотреть и потом уже ничего мы не увидим стоп сюда зайти нельзя нет как ты тут мучаюсь из-за пива чувствуя себя лозером давайте посочувствуем в отпуске можно расслабиться и я открываю общество трезвости буду там один с пожизненным билетом надеюсь нашим голубкам нравится под водой давайте уточним может быть что знаешь об этих обломках только слухи и теории я решил проверить если тут что-то на самом деле одобрение как-то увлекся второй мировой школе всякое читал узнал что одет служил на флоте имеет награды вот и захотел узнать как это было типа того проявим интерес неужели по рассказам о второй мировой можно находить места для дайвинга да когда они начали погружаться на реки и я понял что могу быть им полезен я много знал о маршрутах самолета в путях снабжения я соотношу факты алекс и джулия погружались сто раз но ты понимаешь находить самолеты круче пара на палубу увидимся ну да конечно он молодец получается он разыскал эти обломки определил их местонахождение что этому получается в шкафчик залезли где лежат вещи джулии нет зачем не надо не надо копошиться в чужих вещах стоп тому на что там картина еще одна а мы сюда не заходили а ну ка и и зачем я их тут держу а видение сел на мель там кто-то в кого-то целился ну не стоп стоп возьми 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 я надо было не отпускать нужно эй я не успел еще досмотреть напряжение допустим не береговая охрана значит мы не арестованы что нам теперь делать ну возможно что-то не так что-то тот не то ты сейчас не лезь и лучше помалкивай понял ой идиоты парни лучше сделайте крюк у нас внизу дайвера там же буй неспроста стоит вы нам лодку повредили видели посмотрите мы можем это легко уладить не волнуйся что скажешь баксов десять хватит понял виноват пусть будет двадцать ай ну блин хочешь сказать тридцать можно и тридцать вижу с вами не поторгуешься лады вот держите я иду ва-банк это было довольно таки грубо конечно и нн некрасиво вот так вот деньгами кидаться но лодку действительно повредили вот эти сами кто на ней плыл Конрад сказал, на одном из кадров виден проход. Конрад? Правда? Правда. Задняя турель. А, молодец, Конни. Турель. Мы пролезем здесь. Оп. О-о-о-о. А, понял. Эй, осторожно. Тут опасно. Можно было раниться. А пропустишь дама? Минутку, я хочу сказать. Офигеть, Алекс, ну мы крутые. Мы это сделали. Мечта сбылась. Ну все, не будем тратить время. А картина еще одна? Не понял, что мы только что увидели. Она стоит и то ли она ранена, то ли что. Так, сверху что-то вроде было. Да, вон там что-то светится сверху, а по сторонам. Джулия, стой. Тебе придется снять всю снарягу. Не надо. Там очень тесно. А вдруг ты застрянешь без ребризера? Подождите, она что, хочет туда залезть, что ли? А что там, бумажка какая-то? Не обламывай мне, Кай. Все хорошо. Ну это, конечно, очень глупо. Серьезно? Я просто беспокоюсь о тебе. Мне дико любопытно просто, что там. Не бойся рискнуть. Ну это очень, это очень глупо, очень рискованно. Я согласен, это очень глупо. Это плохая идея. Я, наверное, даже жалею сейчас, что я выбрал этот вариант. Но мне дико любопытно, что же там. Твою дивизию. Я знаю, что делаю. Обойдусь без тебя. Грубовато, конечно, сказала. Что это за бумажка? Идет поиск, область поиска 1 чисто, область поиска 2 чисто, область поиска 3 чисто. Написано самолет спасательный. Поверни. Служба воздушно-спасательных операций, летный план, тип полета, визуальный поисковый полет, тип ВС, поисково-спасательный самолет, B-29, опознавательный код такой-то. Это неразборчиво Ковальский, а вылет авиабазы США неразборчиво остров, пункт назначения неразборчиво. Ну, это, конечно, любопытно, но нам это, в принципе, ничего не дает никакой информации. Что-то искали, в общем, здесь, в этой зоне. Этот самолет здесь что-то искал. Летел на помощь кораблю. Фух, это было рискованно, но у нас получилось. Это хорошо. Это радует меня. Но, наверное, не стоит так рисковать. Потому что, да, я знаю, что в этой игре персонажи могут погибнуть, и ситуаций таких будет, наверное, очень много. Что это? Ух ты. Вот и сувенир нашелся. Можно даже повертеть его вот так. Найден секрет. По всему фюзеляжу. Бретт обалдеет, когда это увидит. Что здесь? Смотри. Бомбодержатели переделали под шлюпки. Интересно. Одной шлюпки не хватает. Кто-то уплыл. Посмотрим, что еще тут осталось. Так, постараюсь ничего не упустить. Потому что все дико любопытно. Стоп, 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 стоп. Не то, я хотел... Ты слышал? Давай проверим. А зачем бросила? Что это вообще за палка? Она что, стреляет что ли? Ух ты. Ух ты. Стоп, стоп, стоп. Подожди, не заплывай туда. Там... А, я не могу чуть-чуть назад... Ой, твою ж дивизию! Там снаружи что-то еще было. По-моему... Надо отсюда выбираться. Срочно! Подождите, выбираться. Там что-то еще было. Вот этого нам еще не хватало. Акула! Здесь акула? Ну, иди сюда! Темноперая серая акула. Мы ей не интересны. Поплыли. Подождите, вы не уплыв... Ладно, нельзя вернуться уже, так понял. Ладно. Думал, это подходящий момент. Но... Я не был в этом до конца уверен. Но я откладывать не хочу. Ух ты. Все-таки... О! Вау! Под водой так и не поймешь, но... Я на коленях. Ага. Джулия, выйдешь за меня? Ты что, меня разыгрываешь? Ты не разыгрываешься! Что? Ну, типа тут скрытая камера под водой. А-а-а... Все! Выходите уже, вас раскрыли! Джулия, я серьезно? Ну, да, наверное. Аликс, вау! Прямо сказка какая-то! С каким концом? Да, да, конечно, я за тебя выйду! Ну, под водой это, конечно, круто! Ну что, прекрасный принц, может настала пора выбираться из этой жуткой ловушки? Лиз, говори, Джулия, мы поднимаемся, ждите! Эй, откуда там другая лодка? Ага, это тот самый момент как раз был. Когда к нам приплыли. Джулия, плановая декомпрессия. Эй! Черт! А вот это нехорошо! А вот это нехдобро! Что, плановая декомпрессия? Эээ... Ладно. Черт! Ну ладно! Без нее нельзя! Это обязательно нужно сделать, иначе нам же только хуже будет. Да что же там происходит-то? Слишком долго. Это долго, просто пытка! Еще несколько секунд. Все, можно! Давай, давай! Эй, что там у вас творится? Что здесь такое? Ничего такого! Все уже нормально! Ты что, шашлык жаришь там? О, пустяк! Твой младший братец просто решил взорвать мой гриль! Конрад, ты просто неисправим! А что там за лодка была? А что там за лодка была? Рыбаки проплывали мимо и зацепились за трос. Неважно. Пустяки. Вы лучше скажите. Че-нибудь нашли? Ну, мы нашли самолет. И он гигантский. Там столько всего. Господи, хватит! Вы можете все на секунду заткнуться? Охренеть! А ну, братан, поздравляю! Это круто! Сейчас будем праздновать. Знакомитесь с нашими искателями приключений. Аликс и его младший брат Брэд плавают с крупной рыбой. Как бы их тут не сожрали. И Джулия. Любовь всей жизни Аликса. А он ее любовь. А Конрад? Храбрый парень, не так ли? Или, может быть, самоуверенный? Самоуверенный, да. А будет капитан Флейс. Сильная, решительная. Упрямая. Похоже, на нее не действуют чары Конрада. По крайней мере, пока. Будьте уверены. Вы помогли им принять решение, которое их еще порадует? Сверху было написано, что какая-то способность новая, открытая, или что-то типа того. И вот, мы, значит, только что чуть тут все не погибли. Ну, не то, чтобы прям погибли. А этот болван. Болван? Этот болван достает, не знаю откуда, кольцо. Кстати, где хоть ты его прятал? Ну, не при дамах же. Можете себе представить, в каком я была отпаде? Ну, че, стильно, братишка. А Конрад там разве не собирался принести нам еще пиво? Ну, может, подумал, хлебнуть для рывка, потом напился. А как напился, так и про нас забыл. Ну, и выпил все, что там было в одно лицо. То есть, подобный феномен уже наблюдался? Да, я за ним годами наблюдаю. Пойду поищу. А, мы из самолета пулю вытащили. Да? Я внизу оставила, можешь глянуть. Вот. Ты скоро будешь миссис Смит, как ощущение? Ну, радость, наверное. По-честному? Я как-то не думала. Но звучит и в самом деле неплохо. Значит, все запланируем и обсудим. Свадьбу. Ну да, спланируем вместе. Ну вот, теперь мы говорим о приятном. Я быстро учусь. Теперь у нас вся жизнь будет на двоих. Я так боялся, что ты откажешь. Ну, конечно, я бы согласилась, балда. Я очень рад. Ты сказала да. И я прямо увидел, как перед нами развернулось будущее. Пускай обошение будет, что ли. Я люблю тебя, Алекс. Куда все делись? У нас же такой повод для праздника. Я их найду. Отдыхай пока. Эй, а где мой брат? Или флис? Не знаю, я как-то отвлекся. Идем поищем. Идем. Ну, и где же... Ну, волшебные врата. Недовольство пускай, что ли. Я хочу принести извинения за брата, который ведет себя как пацан озабоченный. Не страшно. Пацанам у права найду. Конрад, что-то я пива не вижу. А, точно, пиво. Я уже несу. Так, раз мы все собрались, давайте рассмотрим навигационный планшет. Может, поймем, как сюда попал самолет. Где планшет? В твоей сумке. Ага, принесу. Эй. О, мы можем двигаться. Так, давайте, во-первых, посмотрим, что у нас здесь появилось нового. Так, картины. Две новых. Она как будто раненая. Ну да, и тот, конечно, человек, очевидно, не просто так проплывал мимо. И это он в том видении с пистолетом. Скоростной катер, предложение. Алекс взял пауэрхед в погружение. Джулия открыла дверь в кабину с помощью пауэрхеда. Та палка, в общем, стреляющая. Ступая, это что у нас? Во время погружения нож Алекса не был использован. А у нас еще нож был? Окей. Это, видимо, те, скажем так, поворотные моменты, те аспекты, которые как-то влияют на сюжет. Предложение. Брэд посоветовал Алексу слушать собственное чутье. Алекс сделал Джулии предложение. Можно было отказаться и не сделать. То есть, Джулия сказала да. Алекс и Джулия объявили всем о своей помолвке. А что, можно было как-то не объявить? Вроде она же сама вроде как всем сказала. То есть, просто сказала замолчить и все ей рассказала об этом. Ну, показала кольцо. Меня вроде как не спрашивали, показать или нет. Обсуждая это позже, они оба были счастливы. Тут вроде бы у всех все хорошо. Так, по поводу кессонной болезни. Джулия дождалась декомпрессии перед всплытием. Но это обязательно нужно делать. Я думаю, это как раз таки правильно. Секреты. А, они не по порядку, получается, идут. Что мы нашли? Летный план спасательного самолета. Б-29. Самолет вылетел с американской авиабазы. Спасательная шлюпка, которая пропала с самолета. Ну и пуля, застрявшая в обшивке, сбитого Б-29. Вроде как там еще что-то было. По крайней мере, в кабину, когда мы уже почти пытались попасть. То есть, когда подплыли к кабине, вроде как справа была иконка, что можно нажать А. Но я, когда нажимал, вроде как чуть-чуть вздвинулся в сторону. И поэтому навелся, видимо, случайно на дверь. По крайней мере, мне так показалось. Так что, вполне вероятно, что что-то я там пропустил все-таки. Так, а посмотреть нельзя фотографии? То есть, я просто подержать могу фотоаппарат в руке? Нельзя его включить. А, вот теперь включить. Окей. Служба воздушно-спасательных операций. Остров Кун-Мин. А, все, да? Ладно. Да я бы сходил бы за ним. Просто хотел осмотреться тут, вообще все просмотреть. Ну ладно. Иди сюда, красотка. Полегче, тигр. Нас там ждут. Вот именно. Вот он. Кто от этого откажется? Внимание! Зацените. Маньчжурское золото. Реальные затонувшие сокровища. Что скажете-ка, координаты? Ну да, это координаты. Пункт назначения самолета? Сможем завтра туда дойти? Это пара часов отсюда, ну, по погоде. Ого. А еще что нашли? Нашли план полета. Похоже, это был спасательный самолет. Да, логично. Дальние бомбардировщики применяли так после войны. И самолет явно сбили. В нем полно пулевых отверстий. Я одну пулю из вюзеляжа вытащила. Мы видели спасательные плоты. Наверное, самолет упал, не успев их доставить. И одного не хватало. Совести у вас нет. В смысле? Я же говорила, ничего там не трогать. Ну, хватит, не начинай опять. Я сейчас не про закон. Ну, мертвых? Они не сердили. Нет, вы творите, что хотите. Нельзя было там ничего трогать. Ммм... Может быть, конечно, но мы как бы не ломали ничего. Ты права. Мы были неосторожны. Мне очень жаль, что так вышло. Ладно. Может. Может и жаль. Вам вообще не надо было туда спускаться. Это не к добру. Думаете, можно смело тащить оттуда, что хотите? Но у всякой вещи есть своя энергия. Вы зовете призраков с морского дна. Началось. Только хотел сказать. Я бы резко не думал. Да ты вообще редко думаешь. Просто раньше я не слышал таких крутых страшилок. Это вам не страшилки. Не развлекалочка. В океане тонут люди. Их могилы надо уважать. Я согласен. Брэд, много страшилок знаешь? Ну, есть одна история случилась прямо в этих краях. Излагай. Будем вместе бояться. Ну, давай послушаем. Давай. Мы все уже заинтригованы. Только она довольно бредовая. Ну, давай, напугай нас. Ладно. Поехали. История реальная. Случилось прямо тут рядом. В очень старом мэйке. Ну да, классика. Да ну. Не верю. Откуда знаешь? А, ну, в порту я встретил дряхлого старика, просоленного насквозь, повязка на глазу, деревянная нога, и за доллар я купил эту тайну. Похоже на правду. Тот маяк стоял в атоле, отрезанный от внешнего мира, луч света во тьме, отрада моряка. Смотритель слышал, как волны бьются о скалистый берег. Вдруг из тумана выходит женщина. Она вся в крови, еле бредет по берегу. Без силы она рухнул смотрителю на руки, рыдая. Он привел ее на маяк и стал расспрашивать. А мужик-то молодец. Ловко. Так, тихо, не мешай. Тсс. А она говорит, я живу здесь, на маяке. Мои родители сейчас наверху. Унезапно. Смотритель, конечно, сказал, вовсе нет. Он много лет живет тут один. А женщина все доказывала, что ее родители наверху. И вот, они идут наверх маяка, а там, на полу, лежат мужчина и женщина, жестоко убитые топором. И тут топор. Но у кого в наше время есть топор? Ну, хорошо, тогда крюком для мяса. Обоих убили крюком и на нем подвесили. Ужас какой. Жуть какая. Ладно. И кто убийца? Короче, женщина, захлебываясь рыданиями, сказала, что это ее муж. И он там, сидит в шкафу. Муж, значит, предостережение всем будущим женам? Эй, не отмажешься. Ты попалась? Муж, значит, не отмажешься. Твою ж дивизию. Вот это поворот. Круто. Лихо закрутил. Да, круто. Меня ты напугал. Здорово. Да, кровища ты не пожалел. Ну ладно. Повеселились и хватит. Надо лечь поспать, а то погода портится. А-а, не-не-не. По стандартному морскому регламенту перед отбоем мы обязаны выпить еще по пиву. Это что еще за регламент? Это стандартный протокол морского надзорного органа подраздел 1099. Ага. Где ж ты его видел? В интернете. А, на сайте про в любой непонятной ситуации пей пиво. Закон есть закон, мэм. А что, хороший сайт. Рубишь фишку вдруг. Не, я пас. В любой непонятной ситуации пей пиво. Рубишь фишку вдруг. Рубишь фишку вдруг. Что происходит? На нас напали. И очевидно, кто это. А смысл было в том, при тайм-евенде только что, если это нам ничем не помогло. Ну, само собой, это было очевидно. Снять ленту, наверное. Да, только кому? я не знаю так снять с из тоже ленту хотя можно не снимать тогда она будет молчать не будет нам мешать общаться но это будет некрасиво нам нужно освободиться джулия ты как нормально хватит уже почти Ого, а ты ловкая Так, развязаться первым делом Сука, я с тобой потом разберусь Конрад! Никто не знает, что здесь, детка Здесь никого, кроме нас Давай-ка развлечемся А не пошел бы ты нахер, дерьма-кусок Слышь, отвали Эээээээээм Эмм, чё тебе надо-то? Чё надо, уроды? Слышь, ты чего? Остынь! Давайте лучше промолчим. Я думаю, это будет лучшим вариантом сейчас. Потом с ним разберёмся. Теперь ради себя хорошо молишь. Опять-таки, лучше помолчим. П Lupу. Шули. П ранее, что ты должен. Ну ладно и что! Ух... Господи, Конрад! Нет! Пустите! Аликс! Эй, руки убери! Аликс! Сволочи! Эй, Бондон! Хлебар, закрой! Они её ведь не будут! Флис не тронули! А Флис, я смотрю, с ними прямо спелось! Брэда видел? Кстати, про него я вообще забыл. Надеюсь, он в порядке? Нет, не видел. Надеюсь, он живой. Давай. Повернись. Руки не показывай. Как приведут Джулию, попробуем на них напрыгнуть. Так, идут. Нет, ну что за хрень? Эй, эй, ты как? Что с тобой делали? Ничего. Не трогали меня. Они спрашивали о родителях. Что? Сколько у них денег. Аликс, прости меня. Что? Что такое? Они кольцо забрали. Джулия. Ничего. Ничего. Теперь будем ждать, что они решат с нами делать. Что? Мысли хорошие. Есть пистолет. Сделаем все четко. Застанем их врасплох и вырубим. Пробраться на катер надо как-то. Ну, это мысль действительно хорошая. Катер их не забрать. А, подождите. Конрад, двигай на катер. Надо было дождаться... Дождаться грома. Я что-то не подумал. Так, вот здесь нужно аккуратно. В прошлый раз у меня это не особо получилось. Иди-ка ты в желтый. Иди-ка ты в желтый. Конни, вставай. Нам нужен катер. Давай, на катер быстро. А знаешь, хватит. Проваливай с моего корабля. Валя отсюда нахрен. Флист нам помогает. Она специально кричит, чтобы нас было не слышно. Давай же, Конрад. Так. А вот эта сценка с картиной. Твою мать. Черт. Черт. Фух, ну все. Теперь Конрад помощь приведет. По идее. Теперь нужно просто дождаться. Садись. Вон там. Ты. Сюда. Сядь. Живо. Что эти сволочи? Это моя яхта. Эй. Завкнись, или я тебя врежу как следует? Че они вдруг по-французски заговорили-то? И почему это не озвучено? Олсен! Сюда! И кто из вас мне расскажет про это манчжурское золото? Никто. Завкнись, или я тебя или... И я сама боюсь. Я тебя уже... ... Сюда. Вы тебя в чем? Я не знаю. Я не знаю. Я тебя в уважаю. Я не знаю. Я не знаю. Я в тюрьм. Я не знаю. Я не знаю. Я в тюрьм. кони в порядке так заткнулись живо мы просто разговаривали мы просто разговаривали говорили говорите тихо я скажу флис в этом замешана она с ними плавает в одних водах так она тут капитан а ее не тронули слила им про маньчжурское золото они в сковоре но это ведь не правда это не правда ушам не верю я только что потеряла все а ты меня обвиняешь вы все заодно это ловушка и ты нас подставила ему дело рот закрой я успел вроде бы успел нажать все мы ты со мной узнай сколько продлится шторм но только давай без глупостей а ты усиленно пожалеешь стоп подождите ка подождите ка я сейчас хочу понять он хочет чтобы мы сейчас связались с береговой охраной узнали у них сколько продлится шторм но само собой он не позволит нам просто закричать на помощь и так далее я просто сейчас думаю как как вообще сейчас можно поступить будет ну конрада он сейчас отправился на лодке наверняка он сейчас поставить на уши всю береговую охрану там а то что пираты нападения в общем и так далее сейчас все эти воду будут прочесывать очень скоро я правда не знаю как далеко от берега но все-таки я думаю к как сейчас поступить то но я думаю в любом случае будет очень глупо сейчас просто пытаться закричать на помощь и так далее ну а толку даже если нас услышат ну и что мы же не успеем объяснить где мы в какую сторону плыть вообще это только конрад сможет им объяснить так что все равно надежда только на него пока что идиоков милан запрашивать сводку погоды прием слышу вас все нормально а если промолчать значительщики третий тупой сука не матюхайся я ой 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 я что-то не подумал про такой вариант развития что можно и промолчать еще выбрасывай все что можешь ну да ладно сбрасывай все помочь берет давай ну спасибо кто-нибудь знает где бред он где-то прячется тихо ты услышит ведь я не знаю где он по идее вы еще не нашли он может помочь ясно молчите об этом он может нас выручить про бреда молчим лучше он будет там чем с этими психами вот именно ну здорово он же может там погибнуть бред взрослый не пропадет думаю лучше ему пока не высовываться ну о 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 О! 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 Пока никто не умер. Все могло сложиться совсем иначе. Не сомневаюсь. А ты что расстроен, что никто не умер? Как-то ты не особо рад. Вам удалось кого-то спасти. Риск оказался оправданным. На этот раз. Но не подвергнет ли это опасности остальных? Скоро мы все узнаем. Верно? По доброте душевной я мог бы некоторым образом предупредить вас о том, что грядет. Хотите? Я даже не знаю. Нет, пускай что будет, то будет. Потому что я подозреваю, что это не очень хорошо будет, если мы возьмем подсказку. Справитесь сами. Независимость дивна. Возможно, глупо. Может быть. Скоро мы это выясним. Теперь, когда напряжение достигло определенной высоты, полагаю, вы жаждете вернуться к своей истории. Но вот в чем дело. Все совсем не так, как кажется на первый взгляд. Не следовало мне этого говорить. Лапорт! Лапорт! Дверь! Дверь! Скорее дверь! Дверь! Джуниор! Сними крышку трамблера! Тех, 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 тех. Дверь! Скорее! Вперед! Аааа! Чёрт! Куда мы попали? Господи... Так, ага, все, мы можем двигаться Такой большой корабль Знаете что, ребята, давайте мы сейчас уже прервемся Что можно сказать по поводу этой серии Очень интересные события Несколько было таких прям значимых событий И предложения, и вот это вот нападение Конраду удалось спастись И я надеюсь, что он очень скоро приведет помощь По крайней мере он примерно хоть знает В какую сторону нужно плыть Он сможет объяснить, сколько времени он плыл на той лодке Хоть примерно И береговая охрана будет уже хоть примерно знать Куда нужно плыть, где нужно искать Просто начнут шерстить полностью все воды Чтобы нас спасти Но мы сейчас находимся на том самом, видимо, корабле Уран Медан И посмотрим, что будет уже здесь А по поводу QTE QTE, ну, довольно-таки непростое И самое сложное в нем то Что оно наступает в самый неподходящий Точнее, в самый неожиданный момент То есть сколько раз уже было, что я геймпад Просто слушая ролик Опускал прямо вниз Думал, как бы сейчас ничего не произойдет И тут вдруг резко появляется QTE Я еле успевал схватить геймпад Нажать на кнопку Вроде пока что все в порядке С этим у меня Но если будет еще посложнее Еще побыстрее будут QTE То могут возникнуть сложности Посмотрим В любом случае, пока что мне очень интересно Спасибо вам большое за просмотр Не забывайте подписываться на канал И ставить пальцы вверх Как обычно, с вами был Зоди Удачи, друзья Встретимся в следующей серии Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok